привет друзья и снова с вами я как вы спали отдыхали надеюсь что у вас в порядке а я вот вам хочу снять еще одно видео вы знаете это просто песня как у нас погода меняется вот посмотрите ну вот друзья полюбуйтесь на погоду английскую не пугайтесь не пугайтесь это я вам просто показываю контраст сейчас мы с вами совершенно будем смотреть другие солнечные видео у нас погода меняется буквально каждый день и вот сегодня замечательная прогулка наша по побережью яхты и парусники с алыми парусами мы увидим с вами на горизонте я покажу вам закрытые private места опять любители погулять и посмотреть экзотические виды нашего острова экзотические растения усаживайтесь поудобнее сегодня даже будет свадьба английская у нас и так давайте смотреть друзья бембридж считается у нас самым богатым городом наверное вот из всех городов от видите опять здесь private и вот такая огромная закрыта территория пройти туда не как не получится вот так что идем вокруг так вот говорю что очень здесь зажиточные люди проживают чаще всего моряки почему-то именно здесь и здесь есть частный аэродром аэропорт или как слышите наверное вот постоянно гудит самолет вот и сейчас не знаю слышно ли на камеру но вот постоянно летают маленькие частные самолетики возят везде людей это город бембридж все я вам прибрежную полосу этих огромных домов по 4 по 5 миллионов фунтов стерлингов показывала сейчас еще раз мы там пройдемся и посмотрим это все еще вот бембридж переходящий потом в севью здесь мне придется идти по этой вот тропинке ничего здесь я показать вам не смогу вот видите как здесь тоже у нас бывает высокие забор и замки и запертые двери вот еще одна частная территория видите тоже никак не войти все забором обнесена верхушки домов только можно вот еще одна усадьба шикарная подойду сейчас и покажу вам какие у нее ворота издалека не видно здесь вот пожалуйста вам юникорн а а здесь у нас лаян лев а домик вроде ничего особенного какой-то картонный может быть конечно там дальше у них и опять прайват просто даже отгорожено вы знаете сейчас покажу вам целое побережье отгорожено вот спуститься нельзя к океану прайват территории бывает и так здесь вот такая вьется малюсенькая тропиночка сейчас пойдем и посмотрим может быть здесь выход есть я даже не пойму где оказалась я обошла вокруг смотрите еще цветет магнолия ну вот наверняка если бы я шла с побережья я бы поняла где я нахожусь сейчас мне надо выйти на какую-то открытую площадку чтобы это понять вот он этот дом что за дом сзади все смотрится по-другому опять показываю вам вид на пролив посмотрите сколько парусников что-то может быть я опять пропустила конечно же надо знать где свернуть чтобы найти какую-то тропинку вот нашла какую-то прям даже мне интересно куда же я выйду то что я выйду на побережье это понятно но где каком месте побережье вот я вышла здесь так здесь вот так и это побережье мне ни о чем не не рассказала я здесь вообще не бывало тоже наверное то что правят территория кругом вот такие вот малюсенькие неудобные островки между водой и пляжем на которых в общем то может быть даже и не всем разрешается здесь отдыхать классный дом и я его никогда не видела посмотрим клуб это какой-то да какой-то частный клуб приватный здесь посмотрите написано горланд private club не видела никогда ну вот обожаю ходить именно по тем местам которые я никогда не видела и здесь посмотрите у нас вдалеке синие парусники всех цветов и вот так вот смотрится это private территория частная просто удивительно что еще можно здесь по тропиночке выйти на пляж и посмотреть этот шикарный дом горланд club занимает огромную территорию я шла вы видели с той стороны там конечно ничего не узнать а здесь хоть что-то можно нам рассмотреть поближе а Вот две девушки-англичанки тоже не поймут, почему так много парусников. Говорят, может быть, регата уже у нас опять. Ну, а может быть, просто все заждались солнечных дней и вышли все сейчас. Так как шикарная погода и выходной, не все вышли в море. Здесь лодок и парусников очень много у людей. Ну, а я еще с одного ракурса вам показываю этот шикарный клуб, частный клуб. Кто сюда приезжает, кто здесь члены. Это вот опять то, что я вам говорю. В Бембридже много богатых людей. Вот там наверху виден дом тоже огромный. Но до него, к сожалению, мне никак не попасть. Единственное, что могу вам показать, это как красиво здесь лужайка и сад перед домом. Поэтому я и предпочитаю идти по берегу. Потому что здесь, конечно, всегда можно увидеть больше этих private территорий, огромных домов, усадеб чьих-то. Здорово. Ну и не так уж здесь и закрыто. Посмотрите, здесь просто сетка и кустарник. Отгораживает. Ну и еще на берегу когда-то были поставлены вот эти укрепления деревянными столбами. Но сейчас, по-моему, если большая вода, вряд ли тут их защитит. Но хотя они, конечно, там на высоком холме. И вот еще одна общественная тропа. С пляжа туда наверх в город. Но я туда не пойду. Я теперь, наверное, пойду вот здесь вдоль берега. Хотя здесь очень трудно идти. Ноги переломаешь, это точно. Вот не знаю, кстати, может быть и придется возвращаться. Там что-то на углу похоже на то, что не пройти. Удивляет, конечно, меня вот это все. Посмотрите. Это калиточка вот такая у них там. Вот в эти вот красивые, огромные дома. Частные территории правят. А калиточки вот такие расхлыстанные, старющие. Представляете? Чьи-то брошенные лодки. Брошенные, заброшенные. Валяются, конечно, они тут не украшают берег. И берег вот такой. И еще раз покажу вам панорамку. Опять эти парусники красные. Супер. Просили у меня море? Шум волн. Вот, пожалуйста. Нравится мне тень вот такая от склоненных деревьев. Великолепно. И опять вот такой вот странный. Странный забор и калитка. Направят территорию очередную. Калитка здесь именно между двумя деревьями. Ну вот покажу вам. Здесь не видно издалека. Но вот видите, здесь же сетка. Я, конечно же, даже еще и калитку открыла. Но ничего здесь интересного я не вижу. И заходить я не буду. Частная территория нельзя. Закрою-ка я лучше эту страшную калитку. И пойду-ка я мимо от греха подальше. Обхожу я по берегу очередное препятствие. И убеждаюсь еще раз, что здесь можно пройти только в отлив. Когда прилив, здесь, конечно, делать нечего. Вся эта территория частная, закрытая. Никак больше не пройти. Я когда-то пыталась зимой здесь гулять. Но, нет, зимой здесь вообще не пройти. Вот сейчас опять, не знаю, пройду ли я здесь по этим глыбам камней. Вот где можно переломать ноги. Ужас. А здесь я обхожу по воде опять. Потому что там не пробраться. По камням. Ну, вернее так. Если бы лет 20-25 назад, я бы, конечно, там пробежала спокойно. Но не сейчас. Сейчас я опасаюсь таких огромных скользких камней. Вода все-таки холодная. Вы знаете, пока я здесь шла, не так и долго, но минут 5 я шла здесь по воде. И меня заломило ноги. Кошки заломило от холода. Показываю вам так вот украдочкой. Там сидят люди. Вот эти два парня молодых. И мужчина там сидел со старушкой. Очень пожилой. Седой такой. Джентльмен. Сэр. Так скажу я. Уж точно из богатых. И я проходила там мимо. Ай, господи. Я проходила мимо и сказала, hello, как обычно. Он отвернулся от меня. С таким видом. Вы знаете, что мне стало как-то за себя неловко даже. Что ж я, господи. Какая-то тут чушара. Здороваюсь. Ну вот. Ну и пока я там медленно пыталась пробраться через эти камни, там не очень высокая эта стена. И я увидела, как сверху из дома на каталке, на кресле инвалидном, на кресле каталки, или кресло-коляска, как она называется, везла прислуга молодую женщину. Спускала тоже вниз. И я подумала, вот ничего себе тоже, да? Представляете, какая беда? Даже у богатых бывают вот такие вот проблемы. Я продолжаю идти по берегу. Показываю вам панорамку. Посмотрите, как по-разному опять же смотрится у нас этот шикарный берег. И вот сейчас покажу вам. Это портсмасс. Вы видите напротив. Тоже вид совершенно другой. И вот это вот Сивью. На побережье дома, которые стоят от миллиона до пяти миллионов фунтов стерлингов. Очень дорогая здесь недвижимость. Я продолжаю гулять. Я прошла уже больше пяти километров вдоль здесь от центра Райда. И вот сейчас уже здесь будет наверху Priority Bay. Отель, кто желает посмотреть, пожалуйста, в правом верхнем углу ссылочка. Это живописные глыбы камней, заросшие водорослями. И бирюзовая вода. А там вдалеке, вон по горизонту, находится форт Святой Елены, по которому люди ходят пешком в самый низкий отлив, который бывает в августе месяце. На острове Уайт преобладают дикие пляжи, побережья, похожие вот на это. Видите, песок, огромные камни, чистая вода. Ну, скорее всего, это такое место не для загаров, не для пляжей, а для прогулок и уединения. Всё то, о чём я вам так долго рассказывала. Берег также здесь обрывистый, но здесь обрыв невысокий. Не всегда возможно сохранить живой звук. Вот, к сожалению, опять здесь очень сильно ветер задувает. Я ушла на студийную озвучку. Хочу показать вам, смотрите, друзья, вдалеке, на самом-самом горизонте. Вот, с левой стороны, там вот этот вот как раз форт Святой Елены, о котором я только что рассказывала. А если дальше посмотрите, в правую сторону по горизонту, у вот этого вот мыса, видите, там совсем-совсем далеко, маленькая точка. Это, вот сейчас поближе постараюсь вам показать, вот видите, это у нас Lifeboat Station. Это как раз в Бембридже спасательная станция. И я, если еду в Бембридж на автомобиле, то это 8 миль, 30 минут ехать. А вот, если здесь идти по берегу, все равно получается гораздо короче расстояние. Ну и, конечно же, прогулка по берегу. Это великолепная разминка и непередаваемое ощущение. Я не показываю вам всю дорогу. 8 километров, конечно, показать невозможно. Ну вот, смотрите, я пешком дошла сюда. И пока я шла, вода все уходит и уходит. Вот она, эта спасательная станция Lifeboat Station. Совсем близко уже. Как ориентир был для меня на горизонте. Посмотрите, кто-то уже открыл. Пляжный сезон, но водичка еще все-таки холодновато. Пришлось мне идти в моих кроссовках. Я их такие, знаете, размошенные специально одеваю, когда далеко хожу. Но, вы знаете, лучше бы тут, конечно, было одеть мои сандалии. Я в них чудесно гуляю, но что-то я не подумала. Ладно, ничего. Вот, я прошла, не снимая своих кроссовок по воде. Вообще, вот ноги уже привыкли. И не холодная вода. Как обычно. Сначала кажется холодная, а потом и нормально. Я бы даже искупалась, но, опять же, я, к сожалению, купальник не одела. И вот буду теперь брать с собой купальник. Можно здесь переодеться где-то, конечно. Но, увы, не сегодня. Я сегодня гуляю все-таки. Говорят, по гальке босыми ногами ходить очень полезно. Массаж стопы. Я что-то не рискую снимать. Все равно кроссовки. Иду в кроссовках. Но у меня кроссовки настолько тонкая подошва, что прям все чувствуется. Все голыши. А я иду дальше. Я уже отвращаюсь назад, как вы понимаете. Иногда здесь бывает, конечно, лучше ходить по воде. Вот там, когда вода уходит. Там песочек. Там чудесно идти. И вот сейчас еще вода не ушла. И здесь иногда опасно. Вот эти вот ступеньки. Всякие разные. Пройти, конечно, можно. Но лучше бы по бережку там. Ну и вид опять, конечно, просто шикарный. Я гуляю, продолжаю гулять. Сейчас я поднялась, иду по верху, потому что там можно ноги переломать. Все-таки надо дождаться. Если гулять вот так вдоль побережья, то надо, конечно, дождаться отлива. И тогда там прекрасно идти по песку. А пока я поднялась вот здесь, и сейчас, видите, здесь обозначены эти у нас прогулочные маршруты. Сейчас пойду туда. Частная территория везде. И, видите, отгородился кто-то таким высоким забором. Очень много здесь таких прогулочных тропинок. Но попробуй найди. Я вот здесь, например, и не была никогда. Сейчас вместе опять мы с вами пойдем, посмотрим. Англичане тоже обожают прогулки. Вот, посмотрите, с рюкзачком, с ребенком идут. Они со мной шли там по побережью. А сейчас мы вместе поднялись сюда обойти, потому что тоже идти не хочется, когда там такие булыжники, что можно и пораниться. Так вот, Неда рассказала вам. У меня была раньше карта Isle of White остров со всеми вот этими прогулочными тропинками. И как они тут, откуда можно пройти, как выйти, куда прийти. Но, к сожалению, когда я переезжала оттуда с Бангала, я забыла их там. Теперь уже такого что-то мне не попадается. Такие интересные цветы. Здесь вдоль стены. Когда вот так издалека, сбоку, кажутся такие красивые, яркие. А когда подходишь, у них странно, очень мало лепестков. Я не знаю, что это за цветы, но пчелки их любят. Гуляем. В основном, конечно же, англичане гуляют с собаками. Галкин тут недавно, Максим, показывал в своем инстаграме, какие красивые рододендроны там у него расцвели. Он по одному цветочку показывал. Ну вот и здесь тоже, посмотрите, красота. Для любителей экзотических растений хочу показать. Вот это коричневый клён. Посмотрите, какой он. Нигр. По-моему, так называется. Вот нигра. Нигра, что ли? Ну вот он, он имеет коричневую листву. Видите? Отличие, да? И вот сразу же рядом, вот видите, этот куст красный, красный бордовый. Смотрится великолепно на фоне зелени. Здесь специально посажен, считай, прямо в самом красивом месте. И вот эти вот красные, коричневые кустарники с такой листвой, они, вы знаете, стоят намного дороже, нежели зелёные. Специально остановилась вам показать эту необычайную красоту на фоне зелени. А вот нам свадьба, посмотрите. Класс! Вот всё-таки, наверное, свадьба. Более приятно смотреть, нежели похороны вчера. Кстати, посмотрите, эта свадьба продолжается. Молодожёны уехали, а гости только-только ещё расходятся. И я вам их всех как раз сниму. Вот это вот. Это свадьба? Это свадьба! Красиво! Поздравляю! А, красиво! Суббота у нас сегодня, а значит, свадьбы. И вы видели целую процессию. Две подружки-невесты с букетиками. И в конце родители кого-то из молодых, потому что вы видели цветочек петлицы. Вот, друзья, так что вот. Ну, я уже, в общем, практически пришла. Сейчас пойду немножко позанимаюсь делами. Мне нужно в банк, ещё кое-куда. А с вами на этом я прощаюсь. Увидимся. Всего доброго. Пока-пока-пока. Пока!